Всех приветствую! Ну что, сегодня поговорим о магии пиара в действии. Мы только что наблюдали эту магию в течение четырех недель. Кратчайший срок, за который смогли раскрутить кандидата, который был вообще никакой, в кандидата в президенты и не какой-нибудь страны, а Соединенных Штатов Америки. Речь, конечно, идет о Камале Харрис. Она, точнее, это не она, это люди, которые стоят за этим, за всем, но они меня удивили. Честное слово, я думала, что уже меня ничто не удивит. Я заблуждалась. Это на самом деле так. Начнем с того, что Камала выдвигала свою кандидатуру, она болотилась в президенты четыре года назад. Это кончилось совершенно ничем. Было понятно, что набирает она голосов практически нисколько в процентном соотношении. И поэтому поменяли ситуацию и ее поставили как вице-президента к Байдену. Но как президент, кандидат в президенты, она была никакая, абсолютно. Популярностью не пользовалась вообще. Там было, я пытаюсь сейчас вспомнить, какой был процент у нее голосов, но он был совсем меньше 20%, это совершенно точно. Ну так вот, как вице-президент. Она сделала совсем ничего. Ну почему ее и выдвигали? Вице-президент это такая должность, она вроде как и очень серьезная должность, а на самом деле не очень. И опять же, все зависит от человека, который находится на этом посту. Ну так вот, Камала Харрис, вице-президент, была никакой. Похвастаться она ничем не может. То есть никаких законопроектов конкретно она не то что не продвинула, она даже не предложила. Потому что бывает, что какой-то сенатор, вице-президент или кто-то еще, или сам президент предлагают какой-то законопроект, Белл, он идет в сенат и в конгресс, и там его могут не одобрить. Вот у нее даже этой истории нету. Она не предложила конкретно ничего. То есть как полоси, какое-нибудь законодательство, за ней нет ничего. У нее нет рекорда абсолютно никакого. Зато в прошлом, когда она работала прокурором в Калифорнии, вот там у нее есть рекорд. Она активно очень сажала в тюрьму черных, вот очень много именно было афроамериканцев, афроамериканских мужчин за то, что у них была травка, конопля. Или они ее курили, или она у них была в наличии на перепродажу. Но дело не в этом. Даже те, у кого были очень маленькие количества, она их всех засадила в тюрьму. Причем там все было очень серьезно. То есть использовала бесплатный труд черных мужчин, скажем так. Об этом говорят в соцсетях сейчас. Это придумала не я. Поверьте, я вам передаю информацию, которую я вижу в соцсетях. Ну так вот, вот это чем она прославилась. Как она вообще достигла этого поста прокурора? Я говорю, речь идет о том, когда она была прокурором в Калифорнии. Об этом тоже знают все. Она была любовницей видного деятеля, который ее активно продвигал. А до этого она была любовницей знаменитого ток-шоу, хоуст Мантел Уильямс, который, в принципе, ее впервые вывел на большую публику, скажем так. Я не буду грязные подробности сейчас обсуждать, но мы все взрослые люди. Все, даже кто не знает об этом, хотя это можно погуглить, это совершенно не секрет. Это доступно для всех в соцсетях. Но мы все знаем, каким способом именно эта женщина добралась до таких высоких постов. Ну так вот, повторюсь, вице-президентом она была никаким популярностью. Она не пользовалась от слова совсем. Ну и тут уже речь пойдет о том, что она не может говорить на публике то, что она несет ахинею, потому что по-другому вежливо тут никак не скажешь. Она несет полную ахинею. Когда она открывает рот, у нее идет словесный салат, который из него смысл какой-то извлечь очень сложно, ну, скажем так, невозможно. Причем для этого, это не важно, что, например, кто-то не владеет английским языком и перевод выглядит как-то странно. Нет, по-английски все это выглядит именно так, странно. И я так понимаю, что ее цель все это время была звучать мудро, на самом деле ничего не говоря. И понятно, что люди, которые ее слушали, они, я думаю, что некоторые сами задумаются, но, может быть, я не понял глубокого смысла того, что она говорит. Нет, там глубокого смысла не было. Она приезжала в Неваду, в штат, где я живу, несколько раз за последний год, за 24-й год. Она приезжала сюда 7 раз, 7-й раз в последний. Она приехала вот в эту прошедшую субботу, о чем я сейчас и хочу рассказать. Ну, так вот, 6 раз, когда она приезжала сюда до того, никаких огромных толп она не собирала. Ну, там, я не знаю, от силы, если человек 50 там было, я не знаю, может быть, кто-то скажет 100. Ну, честное слово, я видела фото, не было там 100 человек никак на этих митингах. Это все, что она могла собрать. Ну, это демократы там своих заярок демократов толкали туда, они шли, хлопали ей в ладошки, держали лозунги. Ну, так вот, вернемся к магии пиара, на самом деле магия, что произошло в Соединенных Штатах за последние полтора месяца. Стало совершенно очевидно, что Байвен выборы не выиграет вот никак совсем и ни при каких обстоятельствах. Это было очевидно всем и особенно демократам. Естественно, демократы хотят выиграть выборы, но это понятно. Ну, так вот, и они его, скажем так, конкретно, те люди, которые помнят Советский Союз, это было именно так, как в Политбюро. Его партия его отстранила от дел. На самом деле, понятно, что он там написал какое-то заявление, вот я решил, что я не буду баллотироваться. Нет, его вынудила его партия, именно заставила. Он этого делать не хотел. Особенно не хотела это его жена. По словам свидетелей, которые находились, присутствовали в Белом доме, когда шел этот разговор, Джилл, его жена Байвена, там был крик, там были мутюки, там чего только не было. Она конкретно не хотела сдавать позиции, но заставили. Все. Его заставили сдать позиции. Теперь вернемся немного к тому, чем является США как страна. США это республика, которая стоит на основах демократии, потому что многие, кстати, американцы тоже, многие, если спросишь, ну вот какая у вас форма управления, они говорят демократия. Нет, США это республика, основанная на стопах демократии. На чем основана демократия? На том, что все решается процессом голосования. Ну это мы все знаем, это мы все проходили в школе. Вне зависимости, в какой стране мы выросли. Мы об этом все знаем. Ну так вот, Байдена отстранили от дел, без всякого голосования, его партия его заставила подать в отставку, ну то есть написали заявление, что он не будет баллотироваться. В отставку он не подал, он до сих пор является по факту президентом и будет, я так понимаю, отсиживать свой срок до победного конца, до конца этого года. Ну так вот, заставили его отписаться и те голоса делегатов, которые были уже даны Байдену, опять же Байдена заставили передать Камале. Я повторюсь, это очень важно, заставили передать. Опять же, никто здесь не голосовал, ни один человек не голосовал за Камала, он передал голоса. Потом, опять же, демократическая партия нажала конкретно на особенно крупных доноров и на всех остальных. И делегаты, те самые делегаты, которые были за Байдена, сделали virtual call, то есть их опросили виртуально, и они сказали, да, мы передаем свой голос от Байдена Камле. Опять же, голосования как такового не было. И, кстати, многие представители демократической партии очень недовольны положением дел. К моему великому удивлению, меня это на самом деле удивило, BLM, Black Lives Matter, это организация черной жизни важны. Вот та самая организация, которая стояла за погромами в 2020 году, после того, как был убит чернокожий Флойд. Так вот, именно эта организация дала официальное заявление. Они его выставили в соцсетях именно на эту тему. Сказали, что это не демократия, потому что за Камалу никто не голосовал. То есть они выразили свое фе. Ну, так вот, тем временем демократическая партия, у которой очень много денег, ну, просто очень много денег, они быстро сбацали пиар-компанию в соцсетях. И лично я поняла, я, конечно, знала и до этого о том, насколько сильны соцсети, но, честное слово, я не думала, что возможно вот так из ГЭС сделать конфетку, ну, иначе никак не скажешь, я говорю так, как есть. Так вот, из ГЭС сделать конфетку буквально за три недели. Резко. Мне было это совершенно очевидно, потому что я смотрю на соцсети каждый день. Ну, так вот, соцсети все и массовые средства информации кричали о том сначала, что вот Байден, он в полном расцвете сил, он на президента, да так. Вдруг все совсем забыли про Байдена, про него вот речи нет совсем, он практически о нем не упоминает никто. И вдруг Камала стала самой лучшей кандидат. Причем она стала кандидат от афроамерикан... Черная, то есть она говорит, что я афроамериканка. На самом деле она индуска по происхождению, то есть ее родители из Индии. И об этом, опять же, это все есть в соцсетях. Никто, кстати, даже не замывался все это выскрести. Есть интервью с ней, когда она выбиралась в Сенат, в Конгресс. И я сейчас точно не помню, в Конгрессе ли в Сенат, но это не важно. И как раз ее журналист говорит, ну вот, надеюсь, будет у нас первая индийка в Сенате. И она сказала, да, да, я надеюсь. То есть она была все время индусской. А тут вдруг она стала африкан-американ, black. Теперь она black woman. Ну хорошо, black woman. И ее раскрутили конкретно, причем раскрутили массивно, везде. Они создали фальшивую кампанию. Мне совершенно было очевидно, что это пиар-кампания, которая создана фальшиво, где белые мужики выставляют ролики везде в соцсетях и говорят, я собирался голосовать за Трампа, а теперь я, нет, я буду точно голосовать за Камулу. Я перекинулся на ее фронт. И вот эти вот движухи, причем в разных направлениях, были массивно вылиты в соцсети. И вот представьте себе, да, люди покупаются. Я это знаю, потому что я вижу, я разговариваю с людьми вокруг себя, то есть живыми людьми. А также смотрю интервью разных, ну, есть блогеры, есть просто люди видные, которые разговаривают с людьми и выставляют все это в соцсети. Например, какой-то афроамериканец, честное слово, я не знаю кто, но, судя по всему, этот мужчина имеет влияние в своей вот афроамериканской комьюнити, то есть среди своих афроамериканцев у него огромное влияние, причем национальное, не в какой-то там маленькой географической среде, а по всей стране. И он сделал видеокол, по-моему, с пятью или шестью разными женщинами, все они афроамериканки, и он спрашивает, за кого вы будете голосовать вот в этих выборах. И женщина говорит, я буду только вот за Камалу. Он говорит, а почему? Она говорит, ну, я скажу честно, потому что она вот женщина и афроамериканка. И он, вот этот мужик, он на нее наехал, причем наехал, он говорит, ну, я не буду повторять слова, он говорит, ну, ты что, с ума сошла, что ли? Ты вообще, говорит, подумала? Ты сделала какие-нибудь исследования на тему, что из себя представляет Камала? Кстати, напомнил ей, что она сажала черных мужчин в Калифорнии в свое время поголовно. А у людей сейчас создается вот эта пиар-компания, где идет такой мутный разговор без конкретных примеров о том, что вот, она за женщин, она вот, у нее были такая полоси, у нее такая политика, у нее никакой политики не было. Ее просто не было. Ее не было и нет. Ну, так вот, сидят у меня в машине, в такси, а сколько было их, три человека или четыре, но точно было две девушки и один парень. Везла я их, кстати, в конопляный магазин. Здесь это легально, у нас здесь они везде и повсюду, а эти ребята были, ну, где-то им лет было, наверное, по 23-24. И девушка, кстати, завела со мной разговор, вот, что-то насчет выборов, и она говорит, вот, что вы думаете насчет Камалы? Я говорю, нет, за нее голосовать не буду. Она говорит, о-о-о, а это почему? Я говорю, ну, потому что, я говорю, мне абсолютно все равно, какого она цвета, это на самом деле так. Мне все равно, если, я ей сказала, то мне все равно, если она в горошек, то цвет значения не имеет, пол значения не имеет тоже. Я объяснила, мне важно, что за ней стоит, какие законопроекты, потому что это будет влиять на мою жизнь конкретно. Ну, я уезжаю скоро, но все равно, это важно. Политика человека, который стоит во главе страны, да, конечно, важна. И эта девушка говорит, ну, как же, у нее были законопроекты в защиту женщин. Я говорю, не было такого. И тут, вот, меня так это порадовало. Парень, который вместе с ними ехал, они все друзья, он сидел за мной, он говорит, он сидел за мной, он говорит, нет, не было. Говорит, я знаю, не было никаких законопроектов. И эта девушка была очень удивлена, на самом деле. Она говорит, как так-то? Он говорит, а ты бы посмотрела, ты, говорит, вообще сделала какое-нибудь исследование? Говорит, о чем ты речь ведешь? Он говорит, я за нее тоже голосовать не буду. И это, говорит, женщина, мне не нужна как президент. Но это люди, которые сами себя образовывают. То есть им не лень открыть телефон, открыть компьютер и просто посмотреть. О чем я и сказала девушке. Я говорю, девушка, вы понимаете, когда я росла, у нас интернета не было вообще. Смартфонов у нас тоже не было. У нас была телевиза с четырьмя каналами. Кстати, опять же, неважно, в какой стране вы живете, потому что я 68-го года. Да, было тогда и в Америке тоже 4-5 каналов. И у нас была газета, напечатанная на бумаге. Это все, откуда мы имели информацию. И если у вас вдруг были там какие-то друзья, которые политические деятели, они могли вам что-то как-то сказать. Но это крайне редко. А так информации не было. А сейчас у нас такие возможности. У всех, везде и повсюду. Полно, кроме Гугла, есть полно других search engine. Можно смотреть, информацию найти можно всегда, если тебе хочется ее найти. Но людям этого делать неохота. И, опять же, меня удивило, насколько успешно и быстро вот так вот можно запиарить кого-то, сделать из Г конфетку буквально за 3 недели. Почему я говорю успешно? Так вот, приехала Камела к нам в субботу, в прошедший сегодня понедельник. То есть она здесь была 2 дня назад. Со своим, с мужчиной, которого она выбрала вице-президента. Он белый мужчина. Я думаю, там все стратегично было выбрано. Опять же, думаю, что не она это выбирала, но дело не в этом. Ну так вот, они речь держали в Thomas & Mack. Это большая арена здесь. Она, если ее заполнить целиком, туда входит 18 тысяч человек. Но они перекрыли верхние ярусы, но все равно там и со средними и нижними ярусами, там, ну, очень много людей. И вот представьте себе, люди на жаре, было очень жарко в этот день, выстроились в очередь, чтобы ее послушать. Они заполнили вот эту всю арену. И люди, было видно, что нет, это, я честное слово, я знаю, что это не то, что там заплатили, послали. Нет, нет, нет. Это люди, которые, насмотревшись соцсетей, купились на всю эту пропаганду, и они рванули туда. Да, да, это были самые обычные люди. Причем стояли, они ждали, пять часов некоторые стояли, чтобы туда попасть, потому что там пропускали заранее, там все это было долго. По-моему, три человека увезли на скорой помощи, у них был тепловой удар. Вот даже так. Ну вот, вот так. Успешная пиар-компания. Магия пиара, граждане. Это все, что я вам могу сказать. Пока-пока. Пока-пока.